В Барановичах обустраивают тротуар на улице Бреска, недалеко от горбольницы. Работы выполняют специалисты предприятия «Баранович Ремстрой». Православные христиане отмечают 28 августа Успения Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен событиям, связанным со смертью Девы Марии. Чемпионат Беларуси по хоккею «Паримач Экстралиги Б» 2019-2020 стартовал 27 августа. В Барановичах в Ледовом дворце встретились местная команда «Авиатор» и «Локомотив» в городе Орша. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В городе обустраивают тротуары на улице Бреска, недалеко от горбольницы. Работы выполняют специалисты предприятия «Баранович Ремстрой». Новая дорожка прослужит жителям города много лет. Ремонт дорог в Барановичах в разгаре. Но для того, чтобы город выглядел благоустроенно и ухоженно, необходимо привести в порядок и тротуары. Работы по оборудованию пешеходной дорожки кипят на улице Бреска, недалеко от горбольницы. Строительство проводят специалисты предприятия «Баранович Ремстрой». В настоящий момент рабочие под дорожную одежду тротуара частично уложили постелающий слой из песка. Проводят работы по установке бортового камня, позже приступят к укладке асфальтового покрытия, которое выгодно отличается от других, таких как плитка, природный камень и брусчатка. Он не уступает им по прочности, а в некоторых случаях даже превосходит. В зависимости от того, насколько правильно будут проделаны все процедуры, зависит устойчивость полотна перед механическими нагрузками, климатическими осадками и замораживанием. Жители, проживающие в районе Бреска, говорят, качественного тротуара здесь явно не хватало и обновления ждали не один год. Эта дорога востребована. Каждый день здесь ходят мамочки с колясками, дети и люди, спешащие на прием к врачу. Теперь в любую погоду горожане смогут безопасно добраться до нужного места. В первую очередь до медучреждения. Чуть позже этот район улицы Бреска и станет удобен не только для пешеходов, но и для велосипедистов. Брест готовится от праздного тысячелетия до юбилейных торжеств меньше 10 дней. Последнее приготовление встречи гостей и репетиции. Это одно из самых больших событий осеннего сезона в стране. Парад оркестров, площадка ремесел, карнавал, велопробеги, выставки, рыцарские турниры. Свыше 100 мероприятий только в официальной программе. Праздник стартует 6 сентября и продлится до 8-го включительно. Поздравить древний город приедут десятки тысяч человек. К слову, мест в гостиницах на ключевые даты уже давно нет. Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших православных праздников. Он посвящен событиям, связанным со смертью Девы Марии. В этот день завершается строгий Успенский пост, а в храмах проходит праздничное богослужение. Один из главных православных праздников Успения Пресвятой Богородицы отмечают верующие сегодня, 28 августа. Этому церковному празднику предшествует строгий двухнедельный Успенский пост, который начался на Медовый Спас. По церковному преданию, после вознесения на небо Иисуса Христа, Пресвятая Дева, оставаясь на попечении святого Иоанна Богослова, пребывала в посте и молитве и в желании увидеть сына. Согласно преданию, за три дня до смерти Марии явился архангел Гавриил и известил о близком переходе ее к вечности. В этот день апостолы оставили места своей проповеди и чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение ее причистого тела. Похоронили Деву Марию в гробнице, где были упокоены ее родители и супруг. Именно там свершилось чудо. Облачный круг окружили святых апостолов и простых жителей, пришедших проститься с Марией. В этом свете явился Иисус в окружении ангелов, и душа ее отошла Господу без мучений и страданий. На третий же день, когда не успевший на похороны апостол Фома пришел к гробу и попросил его открыть, чтобы попрощаться с Богородицей, оказалось, что тела Святой Марии уже не было в гробнице. Православная Церковь верит, что Богоматерь воскресла на третий день после своего Успения, подобно тому, как некогда воскрес ее сын и вознеслась телесно на небо. В этом предании заключена христианская истина о грядущем всеобщем воскресении людей в день второго пришествия Господня. Праздник Успения Пресвятой Богородицы является очень красивым и символичным. Он демонстрирует верующим всю мощь любви и силу материнских чувств. Верующие говорят, что после вознесения Божьей Матери на небо она стала нашей общей матерью и усердно молится за каждого из нас, горячо отзываясь на наши просьбы и молитвы. С этим днем связано множество традиций и запретов, которые обязательно нужно соблюдать. На Успения посещают храм, где читают молитвы о здравии и помогают нуждающимся. Есть поверье, что в день Успения Пресвятой Богородицы нужно планировать свадьбу. Брак будет крепким и долгим, а семья – счастливой. Все нуждающиеся в заселении иногородние первокурсники Барановичского государственного университета обеспечены местами в общежитиях. Как сообщил проректор по воспитательной работе вуза Павел Попко, в этом году заселит 1370 человек, что составляет свыше 90% от потребностей. Чемпионат Беларуси по хоккею париматч экстралиги Б-2019-2020 стартовал 27 августа в Барановичах. В Ледовом дворце встретились местная команда «Авиатор» и «Локомотив» – город Орша. Три шайбы железнодорожники забросили в большинстве. К сожалению, фортуна оказалась на стороне соперников, барановичане проиграли в сухую – 0-5. 27 августа стартовал чемпионат Беларуси по хоккею париматч экстралиги Б-2019-2020. На ледовой арене Барановича встретились местная дружина «Авиатор» и один из главных претендентов на первое место в дивизионе Б команда «Локомотив» – город Орша. Более тысячи любителей этого вида спорта собрались на трибунах. «Локомотив» начал сезон в роли явного фаворита и одного из главных кандидатов на будущее повышение в классе. У лётчиков дела идут далеко не так хорошо. В первые минуты наши хоккеисты старались сдерживать напор гостей. Решающим стало численное меньшинство авиаторов. На 15-й минуте из-за нарушения правил у истребителей на площадке остались лишь три полевых игрока. Аршанцы взяли ситуацию в свои руки и открыли счёт в матче. Менее чем через полторы минуты результат был удвоен. Во втором периоде барановичане постарались изменить ход борьбы, но на 37-й минуте бывший игрок барановичской команды Фёдор Пышкайло забил третью шайбу ворота. В третьем периоде «Локомотив» смогли реализовать ещё два очка. Итог – красно-чёрные уступили соперникам в сухую со счётом 0-5. Возможно, апогеем стал уход по соглашению сторон, едва принявшего команду Василия Панкова. Сейчас обязанности рулевого исполняет второй тренер Сергей Кислый. Игра получилась яркой, болельщиков ждало много сюрпризов. У входа в Ледовый дворец проходил конкурс караоке на поветры. Были разыграны билеты и абонементы на предстоящие матчи. В перерывах между игрой выступали танцевальные коллективы, после второго периода – фигуристки из дюж. После зрелищного действия одной из зрительниц достался специальный приз капитана Артёма Лагунова. Следующий матч «Авиатор» проведёт в четверг, 29 августа. Наши хоккеисты выступят против Бобруйска. Начало игры в 19 часов. Школьные линейки начнутся в Барановичах в 9 часов. Свои двери для учащихся. 2 сентября откроет 21 обновлённое учреждение образования. Звонок прозвенит для 20 111 ребят. Это на 389 детей больше, чем в прошлом учебном году. А вот количество первоклассников незначительно, но уменьшилось. И составило 2150 мальчишек и девчонок. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова